Технологии, конечно, хорошо, но занятия в классе они не заменят, говорит мать старых детей Светлана Пикулина. Она не в восторге от того, что дети должны самостоятельно изучать новые материалы. К тому же дома у ребенка слишком много вещей, на которые можно отвлечься. А это, в свою очередь, по словам молодой мамы, может повлиять на качество образования. Старший сын, мне очень с ним сложно, потому что 13 лет, мальчик – это переходный возраст. Во-первых, у нас очень много новых предметов – физика, геометрия, алгебра высшая. Мне сложно объяснить, во-первых, я школу давно сама закончила, и все АЗУ уже забылись. И, естественно, мне сложно им какие-то знания дать. За 20 минут по WhatsApp, им скидывает учитель ссылку, я учителей прекрасно понимаю, у них нет времени каждому ребенку объяснить. Дистанционное обучение для всех стало серьезным испытанием. Взять, выполнить и отправить на проверку задание оказалось непросто. Особенно тяжело пришлось семьям, где несколько детей-школьников, а компьютер дома всего один. При этом нужен он всем одновременно. Через это прошла и наша героиня – Светлана Пикульна. Потому нас с нетерпением ждет открытие школ. Я очень надеюсь на открытие садов, школ. По одной простой причине я планировала, когда ребенку исполнится год, то есть это через месяц, буквально выйти на работу. То есть мне дали декретный отпуск ровно на год. Соответственно, нам это бьет семье нашей по карману. То есть это финансовая резка. Потому что ждать меня на работе никто не будет. Мое место просто займут. Выходы нет. Вот я сейчас гуляю на улице. То есть я не провожу время дома, какими-то домашними делами не занимаюсь. Я вынуждена гулять со средним сыном. Еще на прошлой неделе ученики первых, пятых, девятых и одиннадцатых классов начали обучение в обычном режиме. Однако после возобновления традиционного обучения у троих школьников в двух разных школах выявили коронавирус. Еще семь зараженных детей выявили среди обучающихся онлайн. Сейчас вопрос возвращения остальных учащихся в школы, по словам вице-мэра столицы Айджан Ченебаевой, пока не решен. Мнения родителей расходятся. Отметим, что ранее в мэре столицы обещали открыть детские сады и школы с 1 февраля. В настоящее время специалисты и эпидемиологи пока проводят мониторинг учебного процесса. Если показатели будут стабильными, предположительно, начнется второй этап. В школу пойдут все ученики. Мирима Албекова, Кудрат Ташмурзаев, 5 канал.